Добрый день! Достановитель был мой отец. Он летчик, но после всех этих своих летных дел он приходил домой и писал картины. Копии делал. Он охотник и копии делал из работ, которые его заслужили внимания. Мишки в лесу. То есть то, что ему нравилось. Он видел и срисовывал. Нет, все то, что касалось якобы охоты. Потому что родился я в бухте Ольги, Приморского края, на далеком нашем востоке. Ну а там тайга и офицеры ходили на охоту, приобщились к этому делу. А он, как и странно, в детстве жил в городе Вязьма, где занимался в изо студии художника Журавлева Сергея. Ну там местный художник. Он ходил к нему в студию. После этого дела он учился в мединституте, то есть в медтехникум так называемый. Потом поступил по Чкаловскому призыву в летное училище. Закончил его. И я, подрастая, видел, как он делал все эти картины. Списывал. И мне было очень интересно. Папа, как ты научился? Он научил рисовать по клеточкам. И мы мотались по всей России. Дальний Восток, Сахалин, Крым. А после демобилизации мы появились в Вязьме. Так как он уже не в Вязьме, он превратил в нее в Вязьму. А там Журавлев как преподавал, так и преподает. 20 лет старичок уже интересный. И вот первый раз, когда я занимался живописью все время. Писали мы там с парнем. Акварели, розы, Крым. Это красота. А когда приехал в Вязьму, я увидел памятник в Училище генералу Ефремову. И я был удивлен тем, что люди занимались не только живописью, но и скульптурой. Еще есть, кроме... Не образованный был. Это я уже приехал. Он меня привез в Вязьму в седьмом классе. И вот после седьмого класса я увлекся скульптурой. И вот. И вы увлеклись, вы вдохновились этой скульптурой. Куда дальше вы пошли? Кто вас учил? После школы я поступил на худграф педагогического института. Закончил худграф. Участвовал на выстоках на Смоленских. Вот. У нас был очень интересный преподаватель Сергей Вальберт. Народный художник. Он скульптурой преподавал скульптуру. И, как ни странно, жил в Вязьме. И жил в Вязьме на той же улице, что и мы жили. И как-то вот мы... Получается, с течения обстоятельств все привело вас к творчеству. Да. Разговаривая с ним, я понял, что надо иметь высшее художественное образование. Это точно. Да. И после окончания худграфа я поступил в Суриковский институт. И занимался у двух выдающихся наших скульпторов. Это Михаил Федорович Бабурин и Николай Васильевич Томский. Скажите, пожалуйста, я знаю, что вы и занимаетесь и деревом, и замечательный мастер по... Из мрамора у вас много очень работ. То есть у вас все вместе как-то это существует? И, может быть, есть что-то, тяга к чему-то определенному? В Смоленске был такой художник Сергей Вальберт. Вот у него там памятники есть. Он стал народным художником в России. И я у него в мастерской продолжал... После института приходил к нему в мастерскую и продолжал у него быть как бы в подмастерьях. Ну вот как раньше. У Микелянашева там... Ну, целая история. Он меня научил резать камень. Он меня научил резать дерево. Ну, а бронза есть бронза. Бронза вылепил в глине. Перевел в материал, и проблем нет. Но мне, конечно, нравилась бронза, потому что она текучий материал. Из него очень интересно лепить то, что вылепишь, что и получишь. А дерево и камень имеют свои особенности. Потому что в камне, когда делаешь, она работа вроде бы та, но не та. Форма та, а вот пластика совершенно получается другой. Ну, вот так вот потихонечку, потихонечку я... Все-таки сложнее работать с камнем, правильно я понимаю? Ну, как вам сказать? Как вам сказать? В камне очень интересно работать. Я вот в первой... В 99-м году я первый раз попал в Грецию на симпозиум, где резали камень, мрамор. Ну, а мы жили в России такой, не обтрепанной, неухоженной. И не знали, как... Мы камень рубили, как греки. Металлический молоток здоровенный, там, шпунт. И вот рубишь, делаешь. А когда я приехал в Грецию и увидел, как работает мир, он работал уже алмазом. И машинкой. Вот я все это дело, конечно, увидел, был просто ошарашен. Вот первую работу я сделал у города Ковала такой. Назывался на «Семья». Вот вы смотрели альбом. А потом меня пригласили еще четыре раза в Грецию. Я там сделал... Вы были не только в Греции, у вас работа и в Китае. Я был в Греции, я был в Люксембурге, и я был в Китае. И был в Балашихе в России. Ваша любимая работа, которую вы делали за границей, есть какая-то наиболее запоминающаяся? Или, может быть, она тяжело удалась? Или, может быть, какая-то история у нее? Я очень люблю Мура, английского скульптора. И по его мотивам я сделал работу, которая называлась, как я вам говорил, «Ожидание». Вот это вот моя такая довольно-таки любимая работа, которую я сделал в Греции. «Ожидание» – это лежащая женщина, но в положении. Животик у нее. Вот она лежит, отдыхает, ожидает появления на свет новой жизни. Вот такая вот работа. Работа выполнена из мрамора, правильно? Да, работа выполнена из мрамора. Размер ее 2,50. Она лежащая 2,50 на метр 20. Ну, на постаменте, на мраморном. Стоит в парке. Сейчас, я знаю, вы последние годы, последние лет пять, очень увлечены темой царской семьи, русских царей, в частности, Елизавета. Самое интересное то, что по национальности немка, казалось бы, какое отношение она имеет к России, да? Так не же, выйдя замуж за брата императора, она после его совершившегося на него покушения, она отдала всю себя прославлению православия в России. Вот, она участвовала во время войны 14-го года, да? Она там строила госпитали, участвовала в благотворительных акциях. В общем, я бы просто поразился. Я сравниваю теперешних миллиардеров, которые строят себе храмы, увозят деньги за границу, а здесь ничего не создают. А это немка. И немка создает в России, а не там. То есть удивительные души и благородство. И вот возникает тот же вопрос, вы когда трудитесь над какой-то работой, над каким-то образом, вы думаете об этом человеке, да, наверное? Или вы думаете там как все... А там уже заложено в мозгах. В мозгах. По-другому эта связь, если не нарушится, уже, наверное, не сделать красиво, хорошо и в принципе ничего не сотворить, да? В Москве есть храм, который называется храм Елизаветы. Они там объявили конкурс. Ну, я сделал проект для этого конкурса. Звоню и спрашиваю, а как вам можно в пластилине этот проект показать или же отформовать? Да нет, зачем в пластилине? Проходит время, никто ничего не звонит. Я звоню, говорю, то вы приезжайте, забирайте, ваша работа не прошла по конкурсу. Я приезжаю туда, смотрю, боже мой, моя работа вся растаяла. То есть ее никто и не видел, ничего. Сколько у нее рост? Она в росте 2,30. Без постамента. И постамент еще 20 сантиметров. Вот мечтаю ее отлить в бронзе. Никак не можем найти спонсора. Где найти спонсора, чтобы отлить? То есть вам хочется именно эту скульптуру донести до конца, до завершения? И где вы видите ее? Где она должна стоять? Я бы хотел видеть этот образ, установить этот образ на пути крестного хода, который идет ежегодно в районе Московской области, Одинцовского района. С президентской резиденцией почему-то вот такое место там... Раньше там был конный двор, там еще строения такие остались. Но до того в таком запустении страшно смотреть. Думаешь, боже мой, вот рядом шикарный храм, рядом резиденция. Ну, эта скульптура наверняка украсила бы это место. И будем надеяться, что это случится и ваша мечта осуществится. Да. Для этой цели мы эту работу и делаем. Спасибо вам огромное за ваше творчество, во-первых, потому что оно правда удивительно. Хоть человек вы скромный, а ваши работы поражают. Даже непрофессиональный взгляд. Продолжайте творить, пусть ваши мечты исполнятся, и пусть творчество будет оценено по достоинству. Спасибо вам огромное. А мы прощаемся с вами. Увидимся в новых передачах на ОТВ.